Ну что, сейчас я вам вставлю небольшой видеофрагмент, что было, когда сегодня я решила пообщаться по видеосвязи со своей подругой, и потом еще мне моя тетя позвонила, и вот пока я по телефону говорила, посмотрите, что сделали дети. Кстати, они, между прочим, потом сами за собой все брали, ну я им немножко помогала, конечно, но все равно, и игрушки все на место положили, и мыли все за собой, я им только тряпки мыла и выжимала, вот, и игрушки их закинула вот сюда, они их все тоже раскрасили краской, у нас, кстати, теперь не осталось красок, блин, коврик тоже теперь с пятнами, с цветными, не знаю, надо его тоже помыть будет, кстати, хороший коврик, мне нравится, думаю, я такой побольше возьму. Ну все, я все убрала. Вот, все чистенько, здесь тоже, вон как блестит. Могу наконец-то заняться съемками видео, вот про вот эти вот штучки. Очень мне понравились, они недорогие, ну, в общем, прикольные вещи, сейчас буду про них снимать. У нас сегодня день тупничка, мы сегодня ничего не делали, да, ну, точнее, я с утра, как всегда, свои зарядочки и все такое, но мы ничего из поделок, ничего не делали. Дети сегодня смотрят телевизор, только можно потише, пожалуйста. Я сейчас готовлю ужин, у нас сегодня индюшачьи тефтельки в томатном соусе и томатные спагетти. Ой, Кирилл, я боюсь, когда так делаешь, я боюсь, что упадешь. Видео я сегодня сняла, Сережа сегодня будет на работе, он сегодня в ночь, поэтому я сегодня спокойно посижу, помонтирую. Вот и я! Вот и ты! Вот и ты, Марта-ты! Я поняла, что мне очень хочется починить свои две камеры. Если у меня будет две камеры, мне еще осталось только лицевую лампу купить, я вот встану на фоне, вот на этом фоне и буду что-нибудь снимать. Ну, типа, какие-нибудь разговорные видео, мне кажется, я бы с удовольствием. Ладно, буду дальше следить, Серега сейчас только завезет овощи и поедет в ночь на работу. А мы с детьми будем и тут куковать. Нарисовал. Покажи. Ужаты! О, краской. Будем сегодня голову мыть. Та-ра-та-та! Та-ра-та-та! Доброе утро, пятницы! Хотела вам показать, во что у меня дети играют. Хорошо, что я вчера полы помыла. Это скелеты, мам! Это они играют в домик. Да, это ваш домик? Нет, это состно. Сейчас покажу. Ау! Все скелеты сейчас умрут! Ну, в общем, хорошая у вас игра. Хорошо, что я пол вчера помыла, а то в туалете, конечно, лежать так себе удовольствие. Но зато здесь пол с подогревом. Играйте, играйте. Мам, закрой дверь. Все, закрываю дверь, да. Я сегодня опять позанималась. И сейчас, кстати, сижу, смотрю беговые дорожки на Авито. Есть там пару вариантов до 10 тысяч, но не знаю, в каком они состоянии. Все пишут, что в хорошем состоянии, но фиг знает. И еще я не знаю, как ее, блин, даже если я ее куплю, как ее привезти. И еще вообще я зарплату еще не получила, поэтому у меня не на что покупать. Когда снимаешь на этот телефон и в этом зеркале, ну я просто очень худенькая. Вообще и длинноногая. И Клаус худенький. А по факту вот. Кто мне там говорил, что мне ничего не надо, я... Ладно, уж попозорюсь. В общем, вот мое добро. Вот мое добро. Вот оно. Также у меня вот здесь вот добро. Почему я люблю штаны такие высокие? Потому что раз, и ты такой худенький типа. Так что, нет, заниматься мне надо. И я поняла, почему продлили карантин. Потому что я не похудела еще, не привела себя в порядок. Так что я у вас у всех прошу прощения. До 30 апреля стопудово приведу себя в порядок. И карантин сразу отменят. Я вам отвечаю. Реально. Все вернется на свои места, как только Полина себя подтянет. У меня теперь появилась возможность побольше проводить время в душе. Потому что я занимаюсь с утра. И пока дети спят, после занятий я иду в душ. И у меня теперь там есть возможность и щеточку вот эту вот жесткую, с жестким ворсом использовать. И всякие крема, муссы, не знаю, там еще что-то. Вот я ни разу не делала обертывания. Но у меня его нету. Поэтому я не знаю, может быть, приобрести какое-нибудь жиросжигающее. Как вы относитесь к обертываниям? Как вы считаете, есть ли от них какой-нибудь эффект? Я ни разу не пробовала, поэтому ничего не могу сказать. Мы сегодня занимаемся развивашками через интернет. Улитка. Улитка. Да, правильно. Нужно найти вот все чьи тени здесь. Ищи грушу. Где груша-то? Какой-то, я не знаю, сайт нашла. Просто ввела детские развивающие игры. Сегодня у нас такие развивашки. Для разнообразия. А то дети уже это... Надо, чтобы в удовольствие же было. Сегодня у нас вечер пятницы. И у нас сейчас состоится первое видео... Как это назвать вообще? Видео гостей. Мы сейчас с Серегой собираемся в гости. Вот, приготовились. Сейчас усаживаемся. Наушники взяли и будем звонить. Хотела вам сказать, не унывайте, все будет хорошо. У нас состоялась наша первая... Я не знаю, как это назвать. Типа поход в гости. Посиделка. Посиделка по видеосвязи. Три пары, короче, сидели. Мы сначала связались по приложению WhatsApp по видеосвязи. Но потом... И сегодня вот еще одна девчонка написала, что есть приложение Zoom. Если кому-то интересно, это, короче, просто вот как-то видеоконференцию создаете. Там можно несколько человек добавлять и все такое. Это не реклама, ничего. Я просто реально говорю. Там была намного лучше связь и звук. Единственное, там вот эти бесплатные конференции. Там, оказывается, подписка есть платная, а бесплатно ты можешь 40 минут общаться. Потом заново надо создавать новую конференцию и добавлять туда опять всех участников. С одной стороны, весело, прикольно. С другой стороны, честно говоря, мне немножко грустно, потому что я не думала, что мы когда-нибудь доживем до такого, что мы, находясь рядом, мы все достаточно близко живем, мы не можем встретиться. Я вам хочу сказать, что, например, у меня все знакомые очень ответственные люди. Они все выполняют условия карантина, выходят только в магазин, там на работу, кто ездит на работу. И, конечно, очень грустно, что приходится вот так вот встречаться по видеосвязи. Но я рада, что связь была хорошей, звук хороший. Мы реально посидели, посмеялись, послушали новости друг друга. Мы говорили, что в следующий раз тоже созвонимся, пообщаемся, но мы очень надеемся, что скоро мы там встретимся вживую и будем это вспоминать. Я не думала, что я когда-либо застану эпидемию какую-то. Я думала, что, может быть, возможно, там Третья мировая война. Возможно, такое мы застанем, но ни про какую пандемию. Я, честно говоря, даже слова такого не знала. Ну, я реально всем желаю, чтобы мы спокойно все пережили этот период, чтобы никто не болел, чтобы все, кто уже заболел, быстро выздоровели и все, вернулось на свои места. Надеюсь, что так все и будет. Давайте думать о чем-нибудь хорошем. Боня мне сейчас три раза принесла вот такой вот этот вот зеленый патрон от Нерфа. Вон он, ниси сюда, ниси. Я ей кидала, она его хватала и приносила мне сюда. Больше не хочет, блин. Если она так сделала, значит, она еще когда-нибудь так сделает, я его обязательно засниму. Боня, неси сюда, неси, 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 неси сюда, иди, неси, неси, неси сюда, Боня, неси, неси, молодец, моя девонька, молодец, давай, опа. Первый раз мы лежали, просто болтали, и я смотрю, сзади меня кто-то прыгнул, я мужа спрашиваю, кто это, типа, он такой кошка, я поворачиваюсь, и она вот с этой штукой, она мне ее принесла, положила, сидит, смотрит на меня. Вот, Боня, кс-кс, давай, иди сюда. Блин, у меня такая радость детская какая-то, у меня не кошка, а собака, вот смотрите, день прожит не зря. Это из садика прислали зарядку для малышей. Буду с ними сейчас. Прыгаем оп, в стороны, оп, в стороны, оп. Еще один вариант занятий с детьми, у нас вот есть вот такие логопедические карточки, выглядят они вот так, и у них сверху есть разные значки, обычно их там 4-5 штук, по-моему. Дается слово, тут у меня, там карточки, кстати, на разные буквы, здесь у нас S, C, L и еще какое-то, по-моему, было, что обозначает каждый значок. Вот, 4 значка есть. Игра жадина, игра назови ласково, игра я вижу много, игра считай до 5. Ну, например, вот, сапоги, да, здесь значок вот жадина, то есть надо сказать, мои сапоги, здесь значок уменьшительно ласкательного, сапожки. И вот этот значок надо говорить, я вижу много, ну и понятно, соответственно, сапог. Ну и вот так вот каждый ребенок у меня, мы все карточки с ними делали, Кирилл уже запоминает, как склоняются слова, ну и плюс буквы заодно тренируются. В общем, мне нравится, я хочу такие же карточки купить, только на другие уже звуки. Не помню, кстати, где я их брала, если еще найду, возьму. Я вам уже рассказывала, что мы с детьми игрушки сортируем. И вот спустя полторы недели, или сколько прошло уже, мы будем все опять сортировать. Заодно мы будем сейчас подметать, ну, точнее я, вот отодвигаем ящик, вот там вот скапливается пыль. И еще я принесла тряпку, будем вот эти ящики тоже вытирать, и потом уже складывать игрушки туда. И еще ящики, 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 ящики. Молодец, помощник, давай. Помощник. Кирилл, а ты помощник? Да, я тут готовлю пирожки по рецепту Гуар в инстаграме, в сторис сохраненных. Если хотите, я могу вам ссылочку оставить. Потому что у меня вся лента в инстаграме была этими пирожками заполненной, и у всех так красиво получалось. Я думаю, блин, может у меня тоже получится. Я что буду делать? Единственные там пирожки с капустой, и я буду еще помимо, как сделаю, и с капустой, и с яблуком еще сделать. Потому что дети хотят это. Он опара. Ну вот, жду, пока масло растопится. В общем, вот такие у меня уродцы получаются просто. Все разные формы. Но я надеюсь, что хотя бы это будет вкусно. У меня нету скалки, поэтому я вот эту штуку использую. Я готовлю пирожки именно, наверное, раз в третьих в жизни. Или четвертых. Стушеную капусту сделала, и вот там еще яблоки потушила. По крайней мере, тесто у меня, видите, даже клеится. Я его смогла отлепить от рук, и смогла сделать из него чего-то чуть-чуть. Но все равно форма, конечно, блин. То, что вот Гуар там показывает, и у моих всех знакомых, кто делал этот рецепт, у них у всех такие красивые пирожки. И у меня просто такие несчастные треугольники. Больше на хачапури похоже. На хачапури похоже? Я вот думаю, может быть, часть с треугольником сделать, а часть попробовать вот так, и типа сверху яблоки сделать вот так вот, кружочками. Сделаю уже, есть хочется. Ладно, все, посмотрим, что выйдет. Потом в конце поснимаем. Ну вот, кстати, тесто очень хорошо поднялось. Оно прям такое приятное. В результате вот такие вот ужасы. Не смотрите, это просто ужас. У меня и тесто, слишком много я начинки кладу. На 190 градусов, на 15 минут. Вот сейчас через 7 минут нагреется. Она за 10 минут нагревается. И вот на 15 минут ставим. Я пока здесь вот это вот все приберу. Я уже большую часть вот сюда сложила. Я параллельно всегда убираюсь, когда готовлю, потому что потом мне лень. Сейчас это все приберу и поставим. Там лежит. Достань, что там лежит. Ну вот, какие у меня пирожки получились. Они так поднялись. Единственное, вот я боюсь, что оба они... Видите, это вообще разорвало. Не, это очень горячо. Ты что? В общем, Тимофей будет с молоком. Ты смотри, вот посмотри, до чего нашли. Чего ты хочешь? Колновел сквозь. Кирилл. Сейчас вокруг только про это и говорят. Надо что-нибудь другое. Значит, попробуем. Вот этот вот немножко разорвало. У меня слишком много начинки положила. А вот эти вон склеились. В общем, все равно выглядят прикольно. Я прям собой горжусь, потому что я очень давно не делала. Я в основном делаю сосиски в тесте. И то тоже их давно не делала. Рецепт оставлю, я говорю, ссылочку на... Оставлю внизу, потому что я знаю, что вы будете спрашивать. Субтитры сделал DimaTorzok